Также Владимир Васильев с рабочей поездкой побывал и в Цумадинском районе селения Тиси-Ахитли. Здесь руководитель республики лично осмотрел ход строительства частных домовладений, которые восстанавливают после пожара. На это были выделены средства из федерального республиканского бюджета, а также погорельцев поддержали меценаты. Владимир Васильев рассказал жителям села, что эта ситуация на контроле президента страны Владимира Путина. Подробности у Гаджимурада Зеяудинова. Владимир Васильев лично осмотрел ход строительства частных домовладений в селе Тиси-Ахитли Цумадинского района. После мартовского пожара, в ходе которого без крова остались более 50 человек, село обновилось. Практически каждый пострадавший дом отстраивает заново. Теперь сегодня выделены с федерального бюджета 3-4 миллиона 103 тысяч рублей по границе. Это опять же поручение президента. Обычно такие деньги не выделяются. То есть ограничивается помощью, которой мы оказались в нашем бюджете. Полтора миллиона мы ее, ясно, по закону выделили, там расчеты есть. Все понятно. А то, что там люди собрали дополнительно, это еще. А вот теперь состоялось решение, выделенное из бюджета, деньги есть. Здесь 4 миллиона, 130 тысяч рублей. В приватной беседе с погорельцами Владимир Васильев уточнил, что не только республиканские власти, но и сам президент страны Владимир Путин держит ситуацию под контролем. Спасибо президенту, спасибо правительству. Я еще раз говорю, не всем помогаю. Вам помогаю. Во-первых, потому что вы суммыкинцы. И то, что сказал ваш глава, и то, что вы первыми остановили. И то, что вы отказались от наград, президент Свет тоже знает. Просил вам привет. Спасибо огромное. И уважение России в этом. И благодаря вам, в первую очередь, признали, помните, подняли этот статус, участие в своих действиях. Сколько там народа, здесь могу сказать, появилось, да? Да, да, появилось. Куда, кого и не было никогда. Но понятно, что это в первую очередь благодаря вам. Спасибо вам огромное. Жители села Теси Ахитли планируют уже до наступления холодов заселиться в свои заново отстроенные дома. Благодаря местным властям и Газпрому здесь уже произвели первичный запуск голубого топлива. На очереди реализация других проектов. Уже на днях глава республики встретится с Владимиром Путиным. Значит, записан на прием к президенту за отца общества. Я специально принял, чтобы посмотреть и честно ему сказать, и где надо сфотографировать, показать все, что... Он поручал и то, что мы ему обещали. А мы обещали не, а ровно то, что нужно для жизни вам всего. На встрече с погорельцами также обсудили вопросы реализации других проектов в социальной сфере в Цумадинском районе. Ну, хотя мы знаем, сколько времени мало бывает у него, ну, так посещая все, но все-таки он нашел и второй раз посетил, поинтересовался, как идет дальше работа и в районе, и где пожар, как люди там обустроены. Все, конечно, за это большое спасибо. Очень приятный человек, который заботится о народе. В ходе визита в Цумадинский район Владимир Васильев также осмотрел площадку, где планирует построить самую большую тренировочную спортивную базу для бойцов смешанных единоборств. И здесь руководитель республики пообещал поддержку Владимира Путина в финансировании строительства. Здесь же, в селе Тесиахетли, планируют построить детское спортивное сооружение. Каджимур Адзеудинов, Махарбек Амариев, Марьяна Масуева и Иисуп Гази Амаров. Время новостей. Цумадинский район.